Снизить количество профзаболеваний у себя на предприятии. Такой целью задались в Мирденском управлении автодорог. Главные враги водителей – шум и вибрация. Именно они через много лет могут сформировать у работника нарушение опорно-двигательного аппарата и слуха. Чтобы защитить водителей от вредных факторов, на предприятии решили модернизировать кабины спецтехники. Какие результаты ожидают участники эксперимента, смотрите в сюжете Руслана Фаткулина. Невидимые враги – так в автобазе называют сильный шум и вибрацию. Обязательные спутники любого водителя или машиниста. Работая в кабине своего бульдозера или грузовика по нескольку десятков лет, они чаще других подвержены профзаболеваниям. В 2015-м во всех подразделениях Алроса провели специальную оценку условий труда. Предприятиям, на которых уровень воздействия вредных факторов близок к запредельному, рекомендовали обратить на это внимание. Поэтому руководством компании была поставлена задача по результатам этой спецоценки, посмотреть по всем своим переделам и разработать различные мероприятия, направленные на то, чтобы улучшить условия труда. Чтобы избавить своих работников от воздействия шума и вибрации, в Мирненском управлении автодорог начали использовать современные технологии. Кабины грейдеров, камазов и бульдозеров решили обшить изнутри специальным материалом. Он избавит водителей от шума и вибраций и сохранит тепло. Аналогов ему на сегодня нет. Я думаю, что на данный момент на русскую технику, особенно на старую, это будет самое лучшее. Потому что на импортотехнике часть уже идет с завода больше. Ну, как понятно, на старых камазах и на старых грейдерах такого нет. На отделку одной кабины уходит не более дня. Всего для эксперимента выбрали 4 единицы техники. Когда механики модернизируют таким образом каждую из них, они выйдут на линию. Уже во время ее работы специалисты повторно измерят уровень шума и вибраций в кабине. Мы замеряли шум до того, как он был в районе 77-78 дБ при полной нагрузке. Если мы даже снизим хотя бы до 70, то это уже будет очень хорошо. Для слуха это будет сильно заметно. Если эксперимент окажется удачным, в автобазе планируют обшить кабины всего автотранспорта. Работа продлится не один год, ведь сейчас на балансе предприятия находится более 240 единиц техники. Руслан Фадхулин, Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».